Выставка картин уже побывала в различных городах России и в странах Европы. На днях полотна вернулись из Минска. Тема спорта, конкретнее футбола в живописи, привлекает теперь внимание пассажиров и гостей сочинского международного аэропорта. Живые работы, они всегда интерес вызывают, тем более многоцветие, тем более неожиданность темы. Вот я человек далекий от футбола, но недалекий от спорта и недалекий от искусства. Мое внимание было привлечено. Художники так строят композицию, что невольно глаз зрителя отыскивает футбольный мяч. А на каждом из полотен он имеет свое лицо, свой характер. Он и в разных тонах, настроениях и колоритах. В центре выставки самое большое полотно, привлекающее внимание своей яркостью и оригинальностью. Главный атрибут игры футбольный мяч здесь обречен форму граната сочинского красно-бурого фрукта. С другой стороны, это карта мира. Южная Америка, Северная Америка, Африка, Россия. Известные сочинские художники работают в характерном для них стиле визуализация парадокса. Творчество должно быть парадоксальным. Это интерес вызывает именно у нас, как у дворцов, когда драма граничит с комедией, приближается к гротеску. Вот эта выставка уже анонсирована в FIFA. FIFA выпустил фильм об этой выставке. И нам буквально посыпались приглашения, можно сказать, со всего мира сейчас. Экспозиция из 25 картин размещена в атриуме – это внутренний дворик аэровокзального комплекса. Она будет доступна пассажирам и гостям аэропорта до осени. Очень рады, когда пассажиры довольны, могут посмотреть картины, могут любоваться редкими растениями, нашим небольшим садом, фонтаном и так далее. Мы очень большое внимание уделяем комфортному пребыванию пассажиров на нашей территории. Не только пассажиры, но и просто сочинцы могут посетить выставку «Футбол и вечность», чтобы познакомиться с уникальным взглядом художников на самый популярный спорт на планете. Глена Авсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.